Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В некоторых регионах Западной Армении снег парализовал движение. Российские миротворцы разминировали около 551 гектара территории в Арцахе. Армения заняла 11 место в рейтинге безопасности стран 2021 года. В феврале Турция и Азербайджан проведут военные учения в Карсе. Шеститысячелетний пролив Касрик на Западной Армении ждет своих посетителей. Открылась выставка картин основоположника борьбы за независимость народного деятеля художника Айказа Хачатряна. Рукописное наследие Арцаха. Матанадаран готовит экспозицию. Армения – препятствие для пантюркизма. Тиран Локмагюзян. В центральных и южных горных районах Западной Армении снег, выпавший со вчерашнего дня, парализовал дороги. В частности, полуметровым слоем снега покрыты районы Баберт, Ван, Муш, Ерзенка, Сосуна, Харберт. Большинство горных межпоселковых дорог закрыто. Только в Ванском районе 52 деревни отрезаны от внешнего мира. Похожая ситуация и в прибрежном районе Трабзона. Из-за сильного циклона в мире шторм силой Трибала. Осадки на большей части территории Западной Армении прекратятся только 20 января. Но в большинстве регионов параллельно с прекращением осадков установятся холодные северные воздушные массы. Столбик термометра в некоторых районах опустится до минуса 32 градусов. От неразорвавшихся боеприпасов очищено около 551 гектара земли в Арцахе. Найдено более 23 тысяч взрывоопасных предметов. Саперы приступили к разминированию окрестностей Мартакерта, сообщила Минобороны России. В ходе разминирования специалисты противоминного центра за период с 23 ноября 2020 года по 8 января 2021 года очистили от неразорвавшихся боеприпасов 551 гектар земли. Всего обезврежено 22 542 взрывоопасных предмета. Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России приступили 17 января к разминированию окрестностей города Мартакерта с использованием робототехнического комплекса «Уран-6» и «Собак», говорится в сообщении, опубликованном сегодня 18 января на сайте ведомства. Армения заняла 11 место в рейтинге безопасности стран 2021 года, опубликованного на сайте глобальной базы данных Нумбео. Всего в рейтинг безопасности включено 135 стран. Отметим, что по сравнению с прошлым годом Армения спустилась на две строчки. В рейтинге 2020 года республика занимала 9 место. Соседняя Грузия опередила Армению на одну строчку, заняв 10 место. Азербайджан оказался на 32 месте, Турция на 51, а Иран на 88. В первую тройку стран в рейтинге безопасности вошли Катар, Тайвань и Объединенные Арабские Эмираты. Турция проведет военные учения в Карте с 1 по 12 февраля. В них примут участие азербайджанские военные, сообщает Интерфакс Азербайджан со ссылкой на турецкое издание Хабер Турк. Учения пройдут в Карте с 1 по 12 февраля. В учениях, в которых также примут участие ВС Азербайджана, будут задействованы танковые роты, артиллерийские батареи, снайперские команды, личный состав командования спецназа, спецназовцы и вертолеты, отмечает издание. Напомним, что Карс является неотъемлемой частью Западной Армении, ныне оккупированной Турцией. Любая деятельность на указанных территориях, если она не согласована с властями Западной Армении, является международным преступлением, и запланированные военные учения не являются исключением. Касрикский пролив провинции Шернах в Западной Армении, который отделяет горы Габар и Джуди, является особо охраняемой территорией и теперь находится на пути к полному открытию. Об этом заявил губернатор Али Пахлеван. Наш город Касрик, где пролив сливается с рекой Тигр, напоминает красивую открытку с долинами, петроглифами, пещерами, уникальными видами птиц, природными убежищами и историческим местом. В Касрике много исторических руин. Здесь сохранились исторические водоемы, статуи и разрушенные города. Касрик также известен как «Дорога королей». В Музее литературы и искусства имени Егиша Чаренца сегодня впервые были представлены картины национального деятеля, основоположника борьбы за независимость Армении, основателя Национальной объединенной партии художника Айказа Хачатряна, сообщает газета «Аровод». Организатор, руководитель Центра арминоведения ТИР, проживающий в Москве, наш соотечественник Давид Агаджанян, приехавший в Ереван с первых же дней войны, осуществлявший важные организационные инициативы. Выставка организована в Литературно-художественном музее имени Чаренца. Не случайно, ведь этот музей – очаг, наполненный национальным духом. Здесь хранятся личные вещи представителей разных этапов освободительной борьбы Армении. Микаэла Налбандяна, Рафаэля Подканяна, Рафи, Вагана Теряна и других. Мы стремимся объединить широкую общественность вокруг национальных идей, потому что сейчас существует проблема суверенитета в государственной системе, а ситуация в политической жизни нестабильна. Мне кажется, такая консолидация приведет нас на правильный путь, отмечает Давид Агаджанян. Матанадаран готовит экспозицию. Здесь на следующей неделе будет представлено рукописное наследие Арцаха. В беседе с Армен Пресс директор научно-культурного центра Матанадаран Ганзасар Арам Таросян отметил, что будут представлены рукописи, созданные и храняющиеся в Арцахе, книги, напечатанные в шуши, архивные документы, кондаки, кадаликосов и другое. Всего около 80 десятков экспонатов. По словам Арама Таросяна, в Арцахском филиале Матанадарана в Ереване с 2015 года выставлялись более 100 рукописей, которые были созданы в Арцахе. Были представлены рукописи, написанные в других частях исторической Армении. Арцах был известен не только как место создания рукописей, но и как место хранения рукописей. Матанадаран представляет еще одну программу, предназначенную детям Арцаха. Матанадаран и фонд Маштоца по сохранению и развитию армянской культуры открывают курсы миниатюрной живописи для детей Арцаха. Желающие могут подать заявку до 1 февраля. Напомним, что сегодня в нашем эфире вы можете посмотреть интервью директора Центра ближневосточных исследований, тюрколога Тирана Локмагезяна. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Нениш Най, Барсех Каначан. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА